Начинаем наше занятие по скрипту номер 2 Сбор информации о потенциале клиента Метод маркетингового исследования Итак, давайте начнем с такого вопроса А почему менеджеры не любят холодные звонки? Вот напишите пожалуйста в чате, почему собственно такое отношение к холодным звонкам, на которых зачастую построена большая часть продаж Неприятен отказ Еще идеи Так, рутина, несомненно Еще ждем, у нас печатает несколько человек Каждый звонок в стрессовой ситуации, не знаешь чего ожидать Да, несомненно Абсолютно верно написано Да, все одно и то же надоедает И обратите внимание, все одно и то же надоедает И к тому же происходит следующая ситуация Какова результативность холодных звонков? Практика показывает, что Могут и послать, причем могут и послать где-то процентах в 95 случаях Случаев А только процентах в 3, а максимум в 5 На каких-то таких счастливых рынках Этот человек в конечном итоге становится клиентом Точнее, ну может быть посылают где-то процентов 30-40 Остальные затягивают, в общем возникает тягомотина Огромное количество расходов времени и сил А результаты очень слабенькие А все люди, такие существа, в общем-то, которые, как и все животные Которые если слабо подкреплять То есть если мы долго-долго-долго что-то делаем А результат очень маленький, очень слабенький И нам очень быстро перестает надоедать Начинает надоедать, точнее Заниматься этим Именно так, Ольга, абсолютно верно Возникает выгорание, возникают отказы И второй момент заключается в том, что Зачастую наши профессиональные менеджеры Которые знают классно Как работать с клиентом Как закрывать, как ходить навстречу Мы их, сажая на холодные звонки Получается, что мы практически их используем Знаете, как забивая гвозди микроскопом То есть да, это можно делать Но этот прибор создан, в общем-то, для совсем другого Сейчас я вам расскажу о Мы с вами разберем тот скрипт Благодаря которому Опять же скажу, он подойдет не всем Но если он вам подойдет Если вы его внедрите То, возможно, вы вообще сможете разгрузить Ваших менеджеров Ну, от холодных звонков Значит, что мы сейчас с вами сделаем Вот у вас есть Откройте, пожалуйста Ваши скрипты Скрипты номер 2 У вас есть такая табличка Тип клиента Крупные, средние, небольшие Вот сейчас Напишите, пожалуйста В чате А потом перенесите в свою табличку В раздел Прямые признаки Ту сумму денег Которую клиент Должен давать вам Предположим, в месяц Или в квартал Или в год Смотря как вы считаете Для того, чтобы вы считали Что это клиент крупный Давайте так От какой суммы Напишите, пожалуйста, в чате Дальше я расскажу Для чего мы все это делаем Так, Ольга От 3 миллионов Ну, Андрей Смотря за какой период Вы считаете Если вы помесячно считаете То есть у вас Небольшие продажи То за месяц Да Если у вас продажи Большие Там, например Может быть клиент Месяц не брать А потом Раз в квартал Он берет у вас Или раз в год На несколько миллионов То надо, конечно Делать Больший Больший объем То есть, точнее Больший период Ну, в случае Если закупки Не постоянны Так, 50 тысяч рублей Угу Замечательно Теперь давайте Небольшие клиенты Кто такие Небольшие клиенты Это те клиенты С которыми Которые вы рады Что в принципе есть Знаете Которых вы не гоните Но если он от вас Отпадет Что называется Вы, конечно Постараетесь его вернуть Но критичным Это не будет Ну, ушел и ушел Ничего страшного Это, соответственно Меньше какой суммы Напишите, пожалуйста В чате Так Не стесняемся Пишем Быть больше Больше чем на порядок То есть, не больше Чем в 10 раз У вас как раз Все эти цифры Так и получились Соответственно И средние клиенты Получились Что у Ольги От миллиона до трех У Андрея От 15 До 50 тысяч рублей Теперь Следующий вопрос А вот Какими косвенными Признаками Должен обладать Этот клиент Для того, чтобы Выбирать На сумму Предположим Ольга у вас Больше трех миллионов Или у вас Андрей Больше 50 тысяч рублей Давайте на маленьком Примере расскажу Компания Которая занималась Поставками Компьютерного Железа Они уже На этапе секретаря Понимали С какой организацией Они имеют дело Когда они звонили Они просили Соединить С IT отделом Если Секретарь говорил Да Сейчас вас соединю Задавался вопрос А как имя Отчество руководителя Если она говорила Руководителя зовут Так-то так-то Они сразу понимали Что это отдел В нем есть Несколько человек Есть руководитель И соответственно У компании есть Парк компьютеров Которые Надо обслуживать То есть Уже есть о чем говорить Это для них был Крупный клиент Если секретарь отвечала Что А у нас Нет IT отдела У нас только IT специалисты Или у нас нет руководителя У нас только IT специалисты Они понимали Что это уже Средняя для них Компания И Так как Есть всего один человек Который занимается Обслуживанием Если говорили Что у нас Вы знаете Нет IT отдела У нас вообще Вася по средам Приходит вечером И все нам Настраивает Они понимали Что это клиент мелкий С которым Вообще Биться Смысла особого нет Например Если говорить Об оценке Потенциала Что может Служить еще Какие признаки Это наличие Должностей Как мы с вами Сказали Это наличие Предположим Какого-то парка Компьютерной техники Это наличие Торговых марок Если мы понимаем Что их должны Ну нужно Развивать Каким-то образом То есть Что есть торговая марка Соответственно Предположим Нужен сайт Хороший Чтобы ее продвигать Это могут быть Предположим Площадь склада Площадь офиса Количество работающих Сотрудников Наличие подъездных путей Площадь торговых Точек Магазинов Количество торговых Точек Наличие филиалов Вот Напишите Пожалуйста Так Ольга Признаки крупных Сектор Би-ту-би Застройщики Так По рекламе клиента Смотрим Сколько объектов В работе Да-да-да Вот сколько объектов В работе Отличный параметр Так Производственные компании Нужны комплектующие То есть Принцип понятен Смотрите Нужно выделить Четкие критерии Например Ольга У вас Это Если застройщики То Больше какого Количества объектов У вас Это будут крупные То есть Это нужно сделать Измеримым Или например Если объекты Могут быть разные То например Какая площадь Общая Возводимых Сооружений Более такой-то Угу И соответственно То же самое По мелким Напишите Косвенные признаки Мелких Кто это такие Например Меньше Такой-то площади Да Или меньше Такой-то Численности Людей Угу Так Андрей У вас Сеть Это Ну Чтобы он был Крупным Больше какого Количества Торговых Точек В сети Понятно Что наверное Мелкие Для вас Это одна Торговая Точка Не очень Большая То есть Соответственно Крупный Больше трех Мелкие Одна Две Это Ну такой Среднячок Для вас Хорошо Теперь давайте Что вот Эту табличку Нужно на самом деле Очень тщательно Проработать Сделать Измеримое Сейчас расскажу Для чего Значит Смысл На тему Холодных Звонков Заключался В следующей Как от них Уйти Когда мы Даем нашему сотруднику Следующий скрипт У вас есть В документах Вот Такая блок Схемка Когда он звонит Представляясь Не сотрудником Вашей компании Не менеджером Не дай бог По продажам А он Представляется Человеком Который проводит Маркетинговое Исследование Если вы Не боитесь Испортить себе Карму Может Представляться Человеком Представителем Журнала Предположим Журнала Стройка Или журнала Сантехника Который проводит Опрос Относительно Ситуации На рынке То есть Он звонит Представляется Что это Маркетинговое Исследование Выходит на человека Не обязательно На ЛПР А который Просто владеет Информацией Например О количестве Объектов О количестве Торговых Торговых точек Также Он может Представляться Например Неким Порталом Который Бесплатно Например Строительным Который Собирает Сейчас информацию Для бесплатного Размещения Рекламы В каталоге На своем сайте Ну Для этого Нужно Соответственно Дать ответы На несколько вопросов Соответственно Что дальше Происходит Вы Точно так же Как в разделе Который У вас Обозначен Как пример Прописываете Последовательность Вопросов Таким образом Чтобы Эти вопросы Были напрямую Выводили на косвенные Признаки Например На каких объектах Ваша организация Сейчас ведет Монтажные работы И дальше идет Ребрикатор А, Б, С, Д То есть Идет перечисление Всех возможных Вариантов Есть ли объекты И какое количество Объектов Введете Например В компании Которую Которую Для которой Был сделан Этот бланк Этот скрипт Соответственно От одного До четырех Ну от одного До пяти Они считались Это на такой Средний клиент Более пяти Это крупные Клиенты Крепеж Каких производителей Вы используете И дальше Был соответственно Перечисление Тех производителей Которые используются То есть Смотрите Что происходит Мы Без холодного Звонка Вынимаем Точнее Пробуем Вытащить Всю информацию О том Сколько Объектов С чем Работают Каким Образом Работают Какие Есть Планы Если Бюджет По Закупкам В чем Здесь Основной Момент Да Ольга Для вас Вы Первый Вопрос Должен быть Максимально Общим Чтобы Не Испугать Нашего Отвечающего То есть Например На каких Объектах Ваша Организация Специализируется Как Вы Считаете Объем Строительной Сферы Вообще В первом Полугодии 2014 Года По сравнению С первым Полугодием 2013 Года Увеличился Уменьшился Остался На прежнем Уровне И Соответственно Таким Вот образом Вы Анкетируете И Можно Ввести Вопросы Например Такого Рода Кого Вы Считаете Лучшими Поставщиками В такой То Сфере Например По Крепежу И Человек Автоматически Называет Кого Человек Автоматически Называет Те Компании С которыми Он Сейчас Работает В конце Можно Ввести Вопрос Такого Рода Скажите Пожалуйста Кому Из сотрудников Вашей Организации Было Бы Интересно Получить Результаты Этого Отчета И Вы Автоматом Получаете В общем-то Выход На ЛПР Его Имя Отчество И Также Электронный Адрес Идея Я думаю Понятна То есть Наполнить Этот скрипт Вашими Вопросами Которые Важны Для вас И Дело Нехитрое Основной Момент Почему Я Собственно Начал Разговор По этому Скрипту Именно С вопроса Про Холодные Звонки Потому Что Вы Можете Посадить Неквалифицированного Менеджера Вы Можете Посадить Колл-центр Вы Можете Посадить Удаленного Сотрудника Который Будет Там За 12-15 Тысяч В месяц Звонить И Столкнуться И Таким Образом Повысить Колоссально Производительность Труда Так Какие Здесь Какие Здесь Есть Вопросы Во-первых Давайте Тогда Обратную Связь Для Кого Данный Скрипт Подходит У кого Возникло Желание Его Разработать И Протестировать Да Ольга Идея Действительно Не всем Подходит Сразу Скажу Потому Что Если Вы В принципе У У вас Ограниченный Рынок И Вы И Так Понимаете Кто Из Ваших Клиентов Кто В принципе Это Излишнее Когда У вас Огромный Рынок И Менеджеры Бьются Сначала Огромное Количество Времени В пустоту А потом Долго Не могут Пройти Секретаря А потом Выясняется Что Там И потребности Особенно Нет И объектов У них Нет Предположим Вот это Конечно Бывает Обидно Так Остальные Пожалуйста Скрипта В вашей Сфере Ну что ж Домашнее Задание Тогда Это Подготовить Скрипт И Протестировать Его Что значит Протестировать Либо Сами Либо Сажаете Какого-то Одного Сотрудника И Этот Сотрудник По Тем Компаниям Предположим По Которым Вы Раньше Не Звонили Или Можете Даже Контрольно По Тем Клиентам С которыми Вы Уже Работаете Для Того Чтобы Убедиться Как Все Просто Они Сливают Информацию Сделать 5 Звонков И Соответственно Таким Образом Вы Протестируете Ваши Скрипты Ну и Загрузите Эти Скрипты В нашу Систему На этом С этим Скриптом Мы С вами Заканчиваем Скрипт Номер Три Выход На ЛПР Работать С С С С С С Итак Первое Что Нужно Сделать Это Опять Таки Поставить Цели Соответственно Какова Цель Минимум При Выходе На ЛПР Точнее При работе С С С С С Дарем Давайте Так Да Это Хотя Б Узнать Имя Отчество ЛПР Если Уже Она Даже Так Жестко Нас Не Переключает Цель Максимум Это Конечно Пройти Выйти На Лицо Принимающее Решение Здесь Возникает Очень важный Вопрос Каковы Возможные Должности Для Первого Контакта Через Кого Можно Выходить На ЛПР Поясню Если У вас Мелкие Продажи И По сути Дело Основная Задача Не Долго Не Рассусоливать То есть Надо Выйти На ЛПР Сказать Ему Кратко Вот Есть Такое Предложение Да Тогда Нет Так Нет То Наверное Это Будет Лишним Если У вас Продажи Крупные Каждый Клиент Ценен То В ряде Случаев Не стоит Шашкой На Легком Коне Сразу Выскакивать На ЛПР На Несчастного Да Почему Потому что У него Таких Заскоков Идет Очень Большое Количество В день А Количество Да В день Много Раз Основная Задача Здесь Это Подумать А На Какие Должности Собрать Все Что Максимум Уже Понимать О ситуации В этой Организации И Потом Уже Выходить На ЛПР Подготовленным Зная Примерно Как обстоят Дела Вот Соответственно Скажите Пожалуйста Какие Это Могут Быть Должности У вас Напишите Пожалуйста В чате То есть На кого Стоит Делать Первый Выход Руководитель Отдела Продаж Снабженец Ну вот Ольга Знаете По вашей Сфере Да и В общем-то По многим Другим Сразу Скажу Следующее Что В ряде Случаев Лучше Выходить Не на Снабженцев Так Главный Инженер Да Андрей А Имеет Смысл Как раз Таки Выходить На Технических Специалистов Вот Андрей Если Главные Инженеры На Главных Инженеров Легко Соединяют И они Нормально Общаются То да А так Может быть Выйти Действительно Да Андрей Маркетолог Специалист По кадрам Может быть Действительно Имеет Выходить На Какого-то Более Низкого Технического Специалиста На Которого Легко Переключат И Который Легко Сольет Вам Легко Сольет Вам Легко Подумайте Почему Потому что В ряде случаев Стремление Сразу же Заскочить На вершину Приводит К тому Что Мы звоним Неподготовленные Мы начинаем Задавать Вопросы Относительно Объемов Продаж Специфики Человеку Который Занят Он В результате Что делает От нас Отбивается Результат В том Что возникает Сопротивление Ну Поэтому В ряде случаев Скриптах Имеет смысл Прямо Сразу Прописать Что Список Возможных Должностей На которые Имеет смысл Выходить Специфику Ну например Какова Специфика На топ Менеджеров Сложно Выйти Но они Принимают Решение На технических Специалистов Выйти Просто Решение Не принимают Но от них Можно получить Дополнительную Информацию Информацию Ситуации В организации На снабженцев По ситуации Ну когда просто Когда тяжело Но в чем специфика Снабженец В ряде случаев Закрывает От вас Информацию То есть Он не Рассказывает О потребностях Он не рассказывает О заявках Потому что Ну если он хочет От вас отбиться И вы можете Получить от него Очень сильно Искаженную Информацию И Соответственно В третьей колонке Вы пишите На кого выходить Оптимальней То есть Чтобы ваши сотрудники Уже сразу Понимали Что вот Лучше начинать С вот этого И в очень многих сферах Например Расскажу Про кейс Компания Занималась Поставками Инструмента Они Инструмент Чешский И получалось Что он Дороже Российского Но дешевле Европейского Сколько они Бились Бились в отделы Закупок И отделы Снабжения Те компании Которые закупали Российский Говорили им Что у них Очень дорогой Инструмент Те которые Закупали Европейский Говорили им Что смысла Никакого нет Мы и так Работаем На хорошем Инструменте И только Тогда Когда они Стали выходить На технических Специалистов Сначала И работать С ними Только тогда В общем то Им удалось Потом в ряде Случаев Работать И выходить На Снабженцев Так Тут есть Какие то вопросы Относительно Точки входа Замечательно Двигаемся дальше Теперь Следующий момент Этапы Обработки Так Не тот Слайд Проскочили Структура У вас есть Непосредственно В Вашем Шаблон Сейчас мы По ней Пойдем Итак Идентификация Организации Первое Что делает Менеджер Набрав Компанию Он Соответственно Здоровается Говорит Добрый день Если на том Конце провода Ему Не сказали Название Организации Он говорит Здравствуйте Это компания Альфа Это компания Бета Получив Подтверждение Он двигается Дальше Ну Просто Это маленькие Моменты Которые Тоже Лучше Указывать Вот сейчас Пожалуйста Запишите Фразу Которую Первую Фразу Ну не для Представления Даже Давайте так А вот После того Как там Поздоровались Что ваш Менеджер По продажам Говорит Секретарю Так Смелее Печатайте Потому что Это очень важно Так Как мне К вам Обращаться Так Ольга Ну предположим Секретарь Сказала Там Тоже Ее Зовут Мария Что Дальше Говорите Вы Или Говорит Ваш Менеджер Сидите Пожалуйста С человеком Который Уполномочен Обсудить Со мной Вопрос Размещения Рекламы На телеканале Значит Андрей Вот по опыту Работы С рекламой Скажу Следующее Самое Большое Зло В холодном Звонке Использовать Слово Реклама Поясню Есть Слово Реклама Есть слова Которые Работают Просто Знаете Какие Красные Тряпки Это слова Следующие Это слова Менеджер По продажам Реклама Это слова Предложить Сотрудничество Как только Звучат Эти слова На Уровне Просто Стимул Реактивного Поведения Срабатывает Такой Стереотип Нам Это не Нужно Нужно Посылать Вот Поэтому Сразу же Вот Слово Реклама Нужно Просто Исключать И ни в коем случае В начале Разговора Не говорить О Не использовать Его Так Так Посоветуйте В вашей компании С кем Мне лучше Поговорить О Так Кто занимается Этим Как вариант Андрей Рекламная информация Тоже Не очень Информационное Продвижение Вот Лучше Может быть Как-то Так О Привлечением Новых Клиентов Так Ольга Да Вы используете Технику Взять Секретаря В союзники Кто занимается Вопросами Взаимовыгодного Сотрудничества Андрей Ну Оно Как бы Понятно Но непонятно Совсем Чего В общем-то Хотите Да Потому что Взаимовыгодным Сотрудничеством С одной стороны Может заниматься Директор Другой Снабженец Но Если У вас Это работает Почему нет Так Размещение Информации Уже лучше Да Андрей Размещение Информации О вашей компании На телеканале Давайте Теперь Посмотрим Как Что можно Как можно Работать С секретарями Значит Глобально Существуют Два подхода Первый подход Называется Минимум информации Максимум уверенности В этом случае Мы воспринимаем Секретаря Как некий блок Который нам нужно Как можно Быстрее обойти И вот По сути Все Кроме Ольги Придерживаются Этой технологии Второй подход Называется Взять секретаря В союзники То есть Когда мы понимаем Что лучше нам с ним Дружить Лучше расположить К общению И таким образом Уже дальше Из нее Выдавливать Информацию Или получать Давайте Соответственно Сначала С техники Взять секретаря В союзники Значит Когда она Применяется В том случае Особенно Ее надо Применять В том случае Если вы Общаетесь С секретарями Первых лиц То есть Это не просто Секретарь Где-то там Колл-центра А чаще всего Это вот тот человек Который Непосредственно Может Ну сидит В некой приемной Что мы здесь Сделаем Мы здесь Представляемся Обратите внимание По поводу Фразы Представления Даже если вы Менеджер по продажам Или у вас Менеджеры по продажам Ни в коем случае Нельзя использовать Это слово Директор направления Там Какого-нибудь Старший специалист Заместитель руководителя Помощник руководителя Ну То есть Вот такие Формулировки Соответственно Узнаем имя Дальше Обращаемся За помощью Либо советом Уверен Что вы Как никто другой Может Тонкости Особенности Принятия решения Вашей компании Посоветуйте Пожалуйста С кем Лучше начать Вести переговоры По вопросу Энергоаудита С главным инженером Или директором По производству Обратите внимание Одна из лучших техник Выглядит Следующим образом Точнее Звучит Следующим образом Когда вы Сразу даете Вилку Вы говорите Две должности Которые вам Нужны Которые Скорее всего На этом предприятии Есть Ну например Коммерческий Директор Или руководитель Отдела маркетинга Или там Директор Либо главный инженер И Что происходит И просите С ними соединить Таким образом У секретаря Стоит вопрос Соединять вас Или не соединять А стоит вопрос С кем проще Соединить Да Анна Думаю Только вы сможете Мне подсказать Как лучше поступить В моей ситуации Мы занимаемся Там Тем-то Тем-то Обычно Этот вопрос Находится В ведении Главного Энергетика Но вы лучше Знаете Бизнес-процессы Вашей компании Может быть Посоветуйте С кем Лучше Начать Общение По этому Вопросу Речевые Модули Я думаю Достаточно Понятны Долго Объяснять Не буду Но Опять же Обратите Внимание Мы еще К этому Будем С вами Возвращаться Лучше Ставить Вилку Лучше Давать Две Должности Чтобы Секретарь Выбрал На кого Лучше Переключить Теперь Техника Минимум Информации Максимум Уверенности Сидите меня Пожалуйста С руководителем Отдела Закупок Или с Коммерческим Директором Если Чего Говорит А у нас Нет Таких Должностей Предположим Ну вот Так Произошло Тогда С директором То есть У вас В запасе Должна Какая Третья Должность Такой Провокационный Но в ряде Случаев Срабатывающий На Позитиве Такой Метод Когда Звонит Менеджер И с Позитивным Голосом Говорит Здравствуйте А ваш Самый Прекрасный Замечательный Генеральный Директор На месте Ну да Так Соедините Пожалуйста В ряде Случаев Прокатывает В ряде Случаев Имеет Смысл Начинать С минимум Информации Максимум Уверенности И если Не проходит Брать Секретаря В союзники Да Да Действительно Андрей Представить Право выбора Секретарю Повышает Значимость Секретаря Хороший Ход Да Вот С моей точки зрения Большая ошибка Просить Соединить Только с одной Конкретной Должностью В случае Если Секретарь Перед Переключением Начинает Задавать Уточняющие Вопросы О цели Звонка Знаете Так Секретарь Нет 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 Стоп Стоп А вы Вообще Кто Вы Вообще По какому Вопросу Да Как мы Уже С вами Говорили Основная задача Здесь Не то что Основная задача Надо избежать Ошибок Надо не говорить Тех слов Которые Тут же Отправят Нас Куда-нибудь Не в том направлении То есть Первая техника Называется Надуть щеки Это целый ряд Методик Точнее Иван Иванов Директор направления Развития Айти Компании Икс Повторюсь Никогда Не называть Себя Менеджером По продажам Чтобы не было Слова менеджера Не было слова Продажи И близко Потому что Эти слова Тут же Заставляют Секретаря Включают Автоматическую Программу Следующий прием В ответ На этот вопрос Сказать следующее Иван Иванов Этого достаточно Все Пауза Молчим Тишина Коротко Коротко Гордо Уверенно Без названия Организации Уверенным тоном Великолепно Срабатывает Иван Иванов Компания Икс В сферу Моих компетенций Входит Комплексное Снижение Затрат Производственных Компаний При закупке Ручного Инструмента Соедините Пожалуйста С таким То Или с таким То Мне Вот Очень Нравится Прием Под названием Сферу Моих Компетенций Которым Дальше Вы можете Продолжить Продолжить Следующим Образом Комплексное Снижение Затрат Производственных Компаний Можно Включить Сюда Речевой Модуль В сферу Моих Компетенций Входит Ведение Переговоров С крупнейшими Предприятиями Молочной Сферы По Обслуживанию Их Оборудования То есть Можно Еще Так Их Значимость Приподнять Вот Пожалуйста Дайте Обратную Связь Классные Приемы Будете Применять Плюс Если Будете Применять Минус Если Не Совсем Ваша Тема По Поводу Надуть Щеки Да Хорошо Замечательно Двигаемся Дальше Так Техника В ответ Ну подразумевает Некоторое Вранье Но опять же Тут это уже Личное Отношение Вас И отношение К вашей Карме Да Когда Менеджер Говорит Следующее От вас Был звонок Коллеги Записали Номер И что Звонил Руководитель Там Снабжение С директор Соединить Пожалуйста Имя Отчество Не записали Да Или Другой Вариант Полгода Назад Интересовался Нашей Продукцией На выставке Продмаш Хочу Продолжить Наше Общение Или Там Вы знаете Полгода Назад Общались С ним На выставке Можно Даже Не уточнять Какой Если Там Сфера Сложная Хочу Продолжить Общение Если Секретарь Начинает Говорить А кто Вам Именно Нужен А как Имя Отчество Говорите Вы знаете Вот У меня База Тут Просто Название Вашей Организации Написано Что Общались С руководителем Отдела Снабжения А вот Имя Отчество Почему То Не внесли Поэтому Не могу Сказать Подскажите Пожалуйста Переключите С кем Интерес Был Явно Но Сам Я С этим Чеком Раньше Не общался Техника Процедура Прошу Вас На нее Обратить Особое Внимание Когда Секретарь Говорит А кто Вы По какому Вопросу Вы говорите Следующее Я хочу Узнать У главного Технолога Имеет ли Смысл Отправить Образцы По почте Свините Пожалуйста Меня с ним То есть Смотрите Вы не говорите О том Что вы Хотите Что-то Предлагать Ни в коем Случа Опять же Повторюсь Слово Не использовать Вы говорите О том Что есть Некие Процедурные Вопросы Вопрос Может быть Даже Переформулировать Не имеет Ли смысл Отправить Образцы По почте А То есть Уточнить Какие Именно Образцы Ему нужно Отправить По почте Тут уже Смотрите Сами Я звоню Для того Чтобы узнать У главного Инженера Имеет ли Смысл И прояснить Особенности Проведения Конкурсных Процедур То есть Что мы Два вопроса Проясняем Которые Секретарь Точно На мне Ответит Хочу Узнать Менение Вашего Руководителя О перспективах Использования Сео В вашей Перспективы Причем Не в вашей Организации А в отрасли В целом Хочу Прояснить Особенности Процедуры Привлечения Субподрядных Организаций Вашей Компании Свяжите Меня Пожалуйста С генеральным Директором Обратите Внимание Идет Отсылка К процедуре И важнейший Момент Одна Из больших Ошибок Менеджеров По продажам Заключается В том Что они Говорят Фразу И затыкаются Важнейший Момент Заключается В том Что нужно Перебросить Мячик Секретарю Нужно Дать ей Команду Свините Меня Пожалуйста С ним То есть Любая Фраза Любой Ответ Заканчивается Чем Приказом Смягченным Словом Амортизатором Пожалуйста Соответственно Чтобы Секретарь Уже Думала Как ей Отбиваться Или Переключить Обсудить Специфику Да Андрей Замечательно Об уменьшении Затрат Компании Может быть Вы видите Затрат Компании Это уже Вопрос Другой А О перспективах Привлечения Новых клиентов Предположим Да О перспективах Задействования Тут можно Какие-нибудь Сложные слова Вот Ну тут Я SEO Написал Малопонятные Которые могут Быть секретарю Далее Вот Техника Взрыв мозга Это Ну предположим Иван Иванов По Экструдированному Пенополиуретану Соедините Пожалуйста С завпроизводством То есть Ну Суть техники Пороста и понятна Когда мы говорим Нечто Что ставит Секретаря Просто в тупик По вопросу Использования Квадратных хомутов Для труб Круглого сечения Переключите Пожалуйста На главного инженера То есть Что сказал Да Ну вроде Все по делу Это вот Реальный был Человек Который По третьему Алгоритму Использовал Он Ну правда Это был Конец Девяностых Годов Он заработал Со средним Бизнесом Где И в те времена Секретари Не очень-то Отличались Эрудицией Он В ответ На вопрос А вы кто По такому По какому вопросу С легким нажимом Голосе Говорил Вы не понимаете Мы уже Выставили вам Аферту Теперь ждем Акцепт Соедините Пожалуйста Вот Секретари Приходили Просто в легкую Панику Господи Нам что-то Выставили Надо быстро Переключать На руководителя Так Непонятные вещи Могут Оттолкнуть Могут Но В ряде случаев Когда другими способами Пройти не удается И когда вопрос Вы например Используете Технологические термины А в Эта компания Именно производственная Когда там есть В общем-то Секретарь понимает Что могут быть Какие-то такие вопросы То могут и переключить Опять же Я повторю идею Смотрите Я даю вам Возможные варианты То что работает В разных сферах Ваша задача Выбрать из этого То Что будет работать У вас Да То есть Я не говорю о том Что все это Будет применяться Применимо всюду А Как раз таки Моя задача Показать вам Основные ошибки Которые бывают В той или иной сфере И показать Основные приемы Реальные работающие Речевые модули Которые можно применять Так Есть ли тут Какие-либо Вопросы По По представлению По ответу на вопрос Кто что По какому вопросу Плюсик Ну и либо вопрос Пишите Либо минус Если Вопросов нет Так Ну давайте Хоть кого-нибудь Проявите активность В чате Спасибо Андрей Так Что делать Если Секретарь блокирует Значит Если звучит Все таки фраза Несмотря на все усилия Нам не надо У нас есть поставщики Сейчас кризис Ну в общем Практически любое Возражение Есть достаточно Универсальный ответ Который В ряде случаев Срабатывает Мы его с вами Будем более подробно Разбирать еще И в тот момент Когда При работе Что эта же техника Применима При работе Уже непосредственно С руководителем Техника Такая А что бы Сказал Ваш руководитель Если бы узнал Что есть компания Которая Предоставляет Предположим Полный спектр услуг И широкую Ассортиментную Линейку И при этом Поддерживает Уровень цен Ниже чем Большинство Компаний Если бы узнал Что есть компания Которая Предоставляет В общем Какие Что-то Классно При этом На более Выгодных Условиях Чем Теперешние Поставщики Обратите внимание Вы говорите Не про себя Вы не говорите Мы готовы Предоставить вам По более Низкой цене Или мы готовы Предоставить Более широкую Линейку Вы говорите О некой Внешней компании Почему? Потому что Ей нельзя Сопротивляться Полный спектр услуг И широкую Линейку То есть Нужно подставить То что Для вас Думаю Что он захотел Был узнать О таком поставщике У меня действительно Очень интересное Предложение Для вашего шефа Я займу Минимум времени Соедините пожалуйста Напишите пожалуйста В чате Что нужно Подставить То есть Что в вашем случае Нужно Подставить Вот в это Описание компании На что Нужно сослаться Секретарю На какие условия Секретарям Чаще всего Нужно говорить Про более низкие цены О том Что мы представляем Больше сервиса И бесплатно Или прием у вас Не сработает Как считаете Так Хорошо Да Ну качество Очень общее слово Но до этого Дойдем Хорошо Следующий Вышлите ваше Предложение По электронной почте Ну Это достаточно Известный Речевой модуль Я обязательно Это сделаю Однако Для того Чтобы включить В него То что нужно Именно вам И рассчитать цены С учетом Всех возможных Скидок Обратите внимание Вот это Важная фраза Которая работает И на снабженцев И на руководителей И на секретаре Она тоже работает И рассчитать цену С учетом Всех возможных Скидок Мне нужно Задать буквально Два вопроса Вашему главному Инженеру Обратите внимание Измеримая вещь Там два вопроса Говорите Три вопроса Это займет буквально Две минуты Соедините пожалуйста Опять таки В конце Что мы делаем Мы вставляем Фразу Приказ Соедините Пожалуйста Если Вдруг Получается так Что мы бьемся Этими фразами Другими фразами А секретарь Три раза Прямо отказывает Соединений Что такое Три раза Она прямо говорит Да я Нет Я вас не переключу Высылайте Ваше предложение У нас Такие правила Что я вас не соединяю Ну Тут уже делать нечего Если Получение Третьего Прямого отказа То мы что делаем Говорим Спасибо До свидания И проходим Через Ичарь службу Бухгалтерию Или выходим На технического Специалиста И получаем От них информацию Блпр Пробуем Набрать номера Телефонов С поизменением Последней цифры Ну что часто бывает Звоним в обед Или после 18.00 Ищем Имя Отчество директора В интернете В общем Тут уже Смотрите Если вот так Не удалось Пройти С центра поля Шашкой На лихой коне То в ряде случаев Сына имеет Смысл Позвонить Тоже самую Ичарь службу Сказать Ой извините пожалуйста Меня на вас Переключили Да А Скажите пожалуйста О снабжении Да Какой добавочный А 112 И подскажите пожалуйста А руководителя Как имя отчества Да Мне секретарь сказала У нас такие правила И у нее Напрямую спросила Как их можно обойти Она сама мне сказала Назвала 4 варианта Великолепно Ольга Отличный прием Да Когда мы по сути дела Спрашиваем секретаря А как их можно Да Обойти Угу Так Двигаемся дальше Следующий момент Перед переключением Если секретарь все таки Нас переключает А мы не знаем Имя отчества человека То мы говорим Следующий речевой модуль Напомните его имя отчество Либо подскажите его имя отчество Таким образом Что это нам дает Это кстати важный момент В том случае Если человек не берет трубку Его нет на месте Он куда-то ушел То В этот И Звонок просто не проходит В следующий раз Мы начинаем Не с чистого листа Мы начинаем Уже Зная имя отчества человека Звоним секретарю Говорим Да здрасте С Петром Петровичем Соедините пожалуйста И секретарь уже Нас соединяет Без боя Потому что Потому что уже все Мы знаем имя отчества Соответственно Какие есть вопросы По По работе с секретарем Что нужно сделать Особое внимание Уделить фразе Представления Выбору должностей На которые надо заходить Да И соответственно Ну По сути Те модули Которые у нас есть В этом блоке Они достаточно универсальны Нужно в них только подставить Те или иные моменты Соответственно Домашнее задание По этому модулю Ну Само собой Написать скрипт По сути дела Разработать фразы Представления Подготовить чек-лист Точно так же Как мы с вами Говорили об этом В предыдущих модулях И Сделать 3-5 звонков Клиентам С записями Обязательно Вы можете делать их Самостоятельно То есть просто Берете то что вы подготовили Садитесь к телефону Где чтобы вас там Не слышали ваши менеджеры И по этому алгоритму Звоните И апгрейдите его Если сами вы по какой-то причине Этого не собираетесь делать Берете менеджера Даете ему алгоритм Одного Пусть одного сначала Он по этому алгоритму звонит Обязательно организуйте так Чтобы эти звонки Шли с записями Для того чтобы вы потом Могли их послушать Как это можно сделать Либо с помощью офисной Мини АТС Но если такого нет В любой смартфон За исключением Айфонов Можно поставить программу Которая будет писать Все звонки На автомате Входящие Исходящие Их огромное количество Под разные модели Телефонов Могут использоваться Абсолютно разные Если у вас достаточно Производительный телефон Ну например Начиная от Самсунга С4 То например Вот программа Которой я пользуюсь Чаще всего Она у меня установлена В чем Удобство ее В том что Она во первых Ну можно например поставить Определить длительность звонков Которые не записываются Например меньше 40 секунд Чтобы они не засоряли память Во вторых Она по Wi-Fi Вам по электронке Может записи прямо отсылать На вашу электронную почту Ну еще целый ряд моментов Но если телефон не очень мощный То она его подвешивает насмерть Но если вы зайдете В тот же самый Google Play И наберете Call Recorder И название модели Вашего телефона Или там Производителя вашего телефона То Будет огромное количество вариантов Там главная задача Выбрать тот из них Который нужен Соответственно дальше Что вы делаете Вы отслушиваете эти 3-5 записей Смотрите Работает Не работает Где вызывалось сопротивление И дорабатываете скрипт Ну и после того Как дорабатываете его Загружаете В систему Какие есть Здесь вопросы Просто Либо вопрос Либо минусы в чат Так Замечательно Думаю С этим скриптом Тоже Задание Очень простое Легко выполнимое И вы легко Его доработаете Результативность Звонков Очень сильно повысится Скрипт 4 Первый телефонный контакт С ЛПР Итак Цели минимум И цели максимум Цель минимум Какова цель минимум Первого телефонного контакта С ЛПР Напишите пожалуйста В чате Вот какие ваши Цели минимум И Цель максимум Ольга Цель подружиться Это знаете как Это не цель То есть то что нельзя Измерить К сожалению Ну Это не результат То есть Что может быть результата Давайте Цель максимум Может быть встреча Да Цель минимум Может быть согласие На получение Коммерческого предложения Угу Или например Ну Самая такая Маленькая цель минимум Которая только может быть Это что Договоренность Там об отправке Каких-то материалов И И о последующем Последующем созвоне Да Ну Чаще всего для большинства бизнесов Цель максимум Это либо встреча Либо То что клиент Пришлет вам Некую заявку Получение заявки Да Либо Цель такая Посредине находящаяся Как-то дополнительная Это Сбор информации О потребностях И ситуации Да Если это нам Неизвестно Заранее То получить Вот эти моменты Обратите внимание Ну да Ольга Согласен На получение рассылки Вам нужно Прямо Конкретно прописать Чтобы ваши менеджеры Понимали Что такое Цель минимум И что такое Цель максимум И какие дополнительные Цели стоят перед ними Для осуществления звонка Почему? Потому что Многие из них Вы удивитесь Но этого не понимают То есть Это первое Что вы пишете в скрипте Этапы Первого Телефонного контакта С ЛПР Ну Идентифицировать Собеседника Дальше разберем Более подробно Что тот ли это Кто нам нужен Подтвердить его полномочия Дальше представиться Прояснить удобен ли момент Это сразу скажу Пункт неоднозначный В ряде бизнесов он нужен В ряде бизнесов он вреден Дальше разберем Где и как Зацепить внимание И подтвердить интерес Дальше Краткий мини презентация Краткий рассказ Если это необходимо Прояснение потенциала Если он неизвестен Опять таки Где-то этот нужен пункт Где-то нет Снять сопротивление Контакту И назначению встречи Если такое существует И собственно договориться О следующем шаге И подвести итоги беседы Сейчас мы как раз Пойдем по этим пунктам Более подробно Итак Нас переключают На ЛПР Понятно что Сначала мы говорим Здравствуйте Добрый день А потом говорим Там могу услышать Ивана Ивановича Если нас переключают На По Мини АТС Интересный Момент Сейчас он выведется У нас с вами на слайд Момент следующий Если вы звоните Человеку На мобильный телефон То есть Если вам дали его Мобильник Не надо задавать вопросы Здравствуйте Там Могу услышать Иван Иванович Или это Иван Иванович То есть Вопросительные интонации Почему Это тут же показывает Что звонит чужой Тут же показывает Что звонит Человек С которым Раньше общения не было Человек Ну Незнакомый Надо Вот как Как звонит ваш друг Или как вас звонит Там какой-то Старый знакомый Человек Которым даже По рекомендации Дали Ваш номер Иван Иванович Здравствуйте Иван Иванович Добрый день Но кто еще Может снять трубку В 99% Случаях Кроме Самого там Иван Иванович Когда же мы Говорим Сразу же Иван Иванович Здравствуйте Человек Понимает Что Наверное Кто-то Кто Нам знаком Уже Немножко Другое Отношение Это мелочь Но Но это Надо понимать И тут А у многих Менеджеров На этом все равно Что они звонят На городской номер Что они звонят На мобильный номер И по сути дела Как только начинается Могу услышать Ивана Ивановича Сразу же У того мысль Какая сволочь Меня там беспокоит Так Следующий момент Ну Необходимо Подтвердить Полномочия Что-то я тут Не изменил Слайд В чем смысл Подтверждения Подном полномочий Подскажите пожалуйста Вы занимаетесь Там Либо вы отвечаете За размещение Там Заказов На изготовление Полиграфической Продукции Вы отвечаете За привлечение Новых клиентов Вы занимаетесь Продвижением Вашей компании С вами могу Обсудить Вопросы По такой-то Сфере То есть Для чего Это нужно Для того Чтобы Сразу понимать Тот ли это человек Если он говорит Нет Почему Секретарь Может не знать Секретарь Может не совсем Верно понимать Оргструктуру Ну вот И поэтому Соответственно Мы подтверждаем Его полномочия Если он говорит Нет Мы говорим А с кем следует Поговорить по этому вопросу Ну и соответственно Дальше выходим На нужного человека Так Ольга Вот по поводу Ну ты как Я тут подумал Может тебе нужно И продажа Ну вот Не совсем понимаю Тут ситуации Все-таки Лучше не тыкать С самого начала Если конечно Строители Уже очень такие У вас простые Отмороженные То в принципе Может быть Да Но для большинства У вас сфер Все-таки Для начала Лучше А понял Юмор Значит все работает Самопрезентация Обратите внимание Вот тут Тоже Вспомните По поводу техники Надуть щеки Мы с вами Ее разбирали При контакте С Секретарем Предположим Я Петр Петров Руководитель направления Развития IT-инфраструктуры Компании Икс В сферу Мои компетенции Входит в ведение Переговоров О начале Сотрудничества С крупнейшими Предприятиями Молочной промышленности Нашего региона Какие здесь приемы Мы используем Слово Руководитель А не менеджер В сферу Мои компетенции Входит Ведение Переговоров Обратите внимание Не я хочу Предложить Да Сразу же Ставим себя В позицию Заискивающую А мы говорим О том Что мы В сферу Нашей компетенции Мы крутые Ведение Переговоров О начале Сотрудничества С крупнейшими Предприятиями Тут подставляете Нужное Чтобы у клиента Возникло ощущение Такой адресности Обращения Что вы не просто Или менеджер Не просто всех На своем пути Обзванивает По телефонному Справочнику От А до Я А он звонит Именно по Самым крупным Предприятиям Причем именно По молочке Что он Узкий специалист По По именно Молочной сфере Да Такая узкая Специализация У него Что еще Может быть Напис Сказано здесь Что еще Является Такими Маркерами Для цепления Внимания Руководитель Ну там Понятно Сказали Производитель В России Очень Ценят Производители И считая Что От компании Производителей Из первых рук Можно взять Более выгодные Цены Что это Не перекуп Какой-то А это Производители Там Официальный Эксклюзивный Дистрибьютор Там Известные Марки Особенно Если вы Добавляете Какой-то Известный Бренд Входящий В тройку Лидеров В пятерку В десятку Лидеров Предположим По такому-то Параметру То есть Вот эти все Вещи Которые Заставляют Лучше Прислушаться Вот сейчас Пожалуйста Запишите Фразу Которую Ваш Менеджер Должен Сказать ЛПР Обозначая Кто он Запишите В чате Пожалуйста Да Если честно Когда продавали Тренинги Пишет Ольга Так развлекались Иногда После небольшого Шока Шока Директора Оплачивали счет Им надоедают Стандартные Подходы Продавцов Да Именно так Так Какой-то у нас Небольшой Затык С фразой Формулировки Будем считать Что вы Поняли Идею И подготовите После Представления Можно задать Вопрос Для прояснения Удобен ли Момент Сразу говорю Если У вас Высокий Процент Отказов Если Клиенты Наоборот Стремятся Поняв Кто вы Что По какому Вопросу Повесить Трубку Сразу Эту фразу Использовать Не стоит Почему Потому что Ответ Идет Нет Нам Неудобно Говорить Занят И так Далее Если Общение У вас Более Дружелюбно И Большого Количества Отказов Нет То Конечно Же Ну Ее Можно Использовать Тут Уже Смотрите Смотрите Сами По ситуации По тому По количеству Отказов Который У вас Обычно Идет Теперь Очень Интересный Вопрос И Очень Важный Что Получит Клиент Выбрав Сотрудничество С вашей Организацией Вот Напишите Пожалуйста Минимум Три Плюса Которые Он Получит В результате Сотрудничества С вашей Организацией Там Не просто Он получит Предположим Товар Товар Он получит И работая С Конкурентами Примерно Тот же Самый А вот Что Именно Сейчас мы Из этого Дальше Сделаем Прием Доставка До места Ольга Тут Видите Интересный Вопрос А У других У конкурентов Тоже Доставка До места Если Это В этом Есть Отличие То Ну Это Классно Да Если Все Доставляют До места Это Ну Так Так себе Если Предположим Вы Доставляете И разгружаете В отличие От остальных Это Ну Другое Дело Рост Продаж Информационную Открытость Охват Целевой Аудитории Смотрите Рост Продаж Хорошо Хорошо Андрей Ну Немножечко Неконкретно Сейчас Надо подумать Тут Информационную Открытость А что Такое Информационная Открытость Что Она Даст Клиенту Охват Целевой Группы Понятно Что все это О росте Продаж Но Здесь Вопрос Слишком Неизмеримо Так Охват Целевой Аудитории Так Ольга Экклюзив Сделали Абонементское Абонентское Обслуживание Ни у кого Нет Клиенты Не теряются Так Абонентское Обслуживание Так Имидж Статус Вмельчение Охвата Целевой Аудитории Да Так вот Смотрите Как это Превращается В прием Начало Разговора С Лицом Принимающим Решение Итак Прием Называется Три ценности Я хочу Обсудить Сотрудничество В сфере Такой-то Называете Вашей Благодаря Которому Вы можете Получить Увеличение Снижение Превышение Повышение О чем Рассказать В первую очередь В качестве Примера Хочу Обсудить Применение Топливных Карт Использование Которых Позволит Вам Снизить Расходы На топливо Благодаря Полному Прекращению Хищения Денег Выданных Под отчет Водителем Получать Доверительный Платеж За топливо Сократить Пробег Машин До заправки Благодаря Возможности Заправляться На любой Из 7000 АЗС Честно говоря Длинновато Надо немножко Сократить Но В качестве Примера Я думаю Понятно И смотрите То есть Мы даем Веер Из трех Основных Плюсов Которые Скорее всего Один из которых А может и Несколько из которых Могут зацепить ЛПР И в конце Перебрасываем Ему мячик Скажите пожалуйста О чем рассказать В первую очередь Что из этого Для вас Интереснее всего То есть Мы не задаем ему Вопрос Интересно ли Это Потому что Он может Сказать нет Мы говорим Вот смотрите Есть 3 Штуки Есть 3 Выгоды 3 ценности Я хочу Обсудить Сотрудничество Вот вы можете Получить вот это И о чем Что из этого Для вас Самое интересное Так Соответственно Как вы понимаете 95% Выбирает что-то Из этого Если хоть как-то Хоть одна из Перечисленных вами Тем Оказывается Близка Так И вопрос к вам Вопрос в чате Интересный прием Есть желание Его пробовать И применять Плюс Если применим У вас Минус Если Не совсем Ваша тема Угу В чем его плюс Смотрите Человеку практически Некуда деваться Вы перечисляете Основные плюсы С точки зрения Предположим Его должности Вы можете Экономить Там на доставке Предположим Ольга Да Там Получать абонентское Обслуживание Благодаря которому Будет то-то Ну и вообще Там Понайти надежного Поставщика Скажите пожалуйста О чем из этого Рассказать в первую очередь Двигаемся дальше Представление Через отзывы Вот Интересный момент Просто так Хвалить себя Говорить Мы крутые Мы молодцы Мы лидеры Мы там самые Клиентоориентированные Ну Как-то Как-то в нашей культуре Не принято И когда мы С первых секунд Разговора Начинаем говорить О себе Мы говорим Что мы вот такие Замечательные Ну Это вообще Чаще всего Тут же Наш разговор Подрубает Есть прием Под названием Представление Через отзывы В чем его смысл Когда мы Рассказали Кто мы Что мы Говорим Иван Иванович Ну вот Знаете По отзывам Наших клиентов Наша компания Является Наверное Самой Клиентоориентированной Или компанией В которой Наверное Самые Короткие Сроки Поставки Поставки Смотрите Сюда же Можем Добавить Предыдущую Технику Мы Являемся Компанией Которая С Минимальными Сроками Поставки Быстрой Реакцией На Запросы И Широким Ассортиментом Скажите Пожалуйста Что Из этого О чем Из этого Рассказать Вам Просто Можно Компоновать Так Как Вам Нравится Техника Крюк Иван Иванович Так Как Вы Руководите Отделом Маркетинга То У вас Наверняка Есть Интерес К Увеличению Количества Обращений Через Сайт Это Так Так Вот Именно Поэтому Я Вам Человек Не Может Ответить Нет То Соответственно Задаем После Этого Утверждения Вопрос Это Так И Когда Он Говорит Ну Да Конечно Да Это Так Так Вот Именно Поэтому Я Вам И Звоню То Таким Образом Мы Опять Так Что Делаем Фиксируем Его Интерес Ну Техника Самая Важная Для Того Чтобы Я Сразу Рассказал Самое Важное Для Вас В В В рамках Моего Предложения Скажите Пожалуйста Например Какой Вы Видите Интерес К Привлечению Нового Поставщика Да Или Какой Вы Видите Интерес К В Продвижении Вашего Сайта В Поисковых Системах То То Мы Задаем Здесь Открытый Вопрос По сути Дело Ну Здесь Минус В том Точнее Давайте Так Переформулирую Мы Задаем Сначала Открытый Вопрос Если Как раз Таки Добавить Ему Три Ценности Ну Вот Вы Знаете Чаще Всего Наши Клиенты Для Наших Клиентов При Выборе Поставщика Важно Важно Следующее Один Из Трех Пунктов Даете Ему Три Варианта На Выбор И Дальше Задаете Вопрос О чем Рассказать В первую Очередь Техника Самая Важная Тоже Очень Хорошая Вопрос Гвоздь Если Боявился Поставщик Который Ну Там Предположим Мы Уже Оговорили С вами Об этой Технике В рамках Работы С секретарем Когда Говорили О чем А если Боявилось Предложение От компании Которая Ну Там Предположим Может Предоставить Более Широкий Сервис И При этом Более Низкие Цены Это Было Бы Интересно Для Там Предположим Как Вы думаете Это Было Бы Интересно Для Вашего Шефа То же Самое Мы Сделаем Здесь Сделаем Здесь Только Уже Для Него Самого Если Были Появился Поставщик Который Мог Бо Предоставить Дополнительный Сервис Который Мог Бо Предоставить Большую Дополнительных Возможностей Который Возил Бо Бесплатно Подставьте Все Что Может Быть Интересно Этому Сотруднику Опять же Повторяю Вы Говорите Не о себе О Некоем Поставщике Вам Было Было Интересно Узнать О Таком Предложении Если Он Говорит Да Опять Таки Обратите Внимание По Все Практически Все Речевые Модули Построены Таким Образом Что На Них Ответить Нет Практически Невозможно То есть Нужно Если Человек Действительно Либо Не Закупают Либо Он Жестко Сидит На Откате И Отбивается От Всех Просто Ничего Даже Слушать Не Хочет То Тогда Возможно Это Так А Так В ответ На На Вопрос Гвоздь Он Конечно Же Ответит Ну Конечно В принципе Интересно Ну И тут Так Вот Замечательно Давайте Тогда Обсудим Этот Вопрос Вопрос Крючок Значит В чем Смысл Вопроса Крючка И Отличие Его От Других Вопросов В том Что На самом Деле Есть Иллюзия Выбора Например Вы Скажите Просто Вы Занимаетесь Поисковой Оптимизацией Сайта Вашей Компании Вы Вкладываете Для вас Важно Продвижение Сайта Вашей Компании Вывод Его В первую Десятку Предположим Или В первую Сотню И Чтобы Человек В ответ На это Не сказал Он Говорит Либо Да Либо Нет Вы Продолжаете Так Именно Поэтому Я вам И звоню Понятно Когда У вас Прописано Два Сценария Как И куда Можно Двигаться Дальше Человек Говорит Да нет В принципе Вообще Продвижение Сайта Для нас Не задача Номер Один И мы Не продвигаем Его Даже Не пробуем Вывести В первую Сотню Иван Иванович Так Именно Поэтому Я вам И звоню Мы Как раз Сейчас Набираем Такие Компании Для того Чтобы Обсудить С ними Сотрудничество В такой То Сфере Продвинуть Вас Буквально За 3 Копейки А вы Ну или Там Сделать Демо Услугу Тестовое Продвижение Вы Дальше Посмотрите Если Он Говорит Да Для нас Важно Это Конечно Хотелось Быть В первой Сотне Так Именно Поэтому Я вам И звоню Потому Что У нас Есть Предложение Как раз Для Компании Которые Хотят Резко Подняться В Поисковой Оптимизации Так Пожалуйста Сейчас Дайте мне Обратную Связь В чате Насколько И какие Техники Из этих Вы Будете Использовать В работе Так Все Применимы Да Спасибо Андрей Все Пригодится Хорошо Да Ольга Спасибо Да Техники Очень Хорошие Опять же Повторюсь Практически Все Они Построены По принципу По которому Кажется Что есть Выбор Да Что можно Сказать Нет Но на самом Деле Ответить Нет Практически Невозможно Так А да Еще Один Одна Очень С виду Кажется Очень Странной Техникой Но на самом Деле Она Очень Результативна Она Может быть Даже Результаты Дает Даже Лучшие Чем Все Предыдущие Техника Называется Следующие Шаги Когда Мы Звоним И первое Что мы Говорим После Представления Говорим Петр Петрович Занимаемся Продвижением Сайтов Или Занимаемся Поставкой Оборудования Занимаемся Продвижением В такой То Сфере Скажите Пожалуйста Как нам Начать С вами Работать И делаем Паузу Ничего Не говорим Что нам Нужно Сделать Для того Чтобы Стать Вашим Поставщиком Иван Иванович Хотели бы Начать С вами Сотрудничать Как нам Сделать Первые Шаги Все И молчите Главное То есть Ничего Не говорите И ждете Пока он Скажет В ряде Случаев Люди Сами Начинают Ну вам Нужно Присылать Нам Коммерческое Предложение Потом Нам Нужно С вами Встретиться Там Посмотреть Вообще Нам Наши Образцы Вашей Продукции Надо Посмотреть Ну то есть Начинают Проговаривать Что-то Дальше Вы говорите Следующее Прекрасный Иван Иванович Так и Поступим И давайте Сразу Запланируем Встречу На В среду Я Все Подготовлю Отправлю И сразу Начинаем Работать Обратите Внимание Вы можете Начать С Поставщики Там И все Прочее Вы можете Продолжить Любым Из тех Речевых Модулей Которые Мы Разобрали С вами До Этого То есть Сказать Пожалуйста Скажите Пожалуйста А если Бы Появился Поставщик Который Вот Скажите Пожалуйста Вообще Клиенты Выбирают Нас По Трем Причинам Хоть Какая Из них Все Таки Для вас Важна То есть Тут Получается Некий Конструктор Который Можно Использовать Любым Способом Практически Компонуя Знаете Как Лего Любой Практически Любой Кубик Можно Состыковать С другими И Глажный Вопрос Понять С чего Начать И Какие Из этих Кирпичиков Нужно Использовать Раньше Других Ольга Написала Очень Хорошие Результаты Сразу Спросить Хочу С вами Сотрудничать Что Для этого Нужно Ступор Потом А потом Говорят Результат Договор Использовал Реально Круто Работает И никаких Заморочек Да Клиенты Говорили Что Им Нравится Когда Сразу К делу Без Приемов Да На Позитивис Работает Мне бы Позвонили Я бы Зацепился Да Именно Так Поэтому Я Поэтому Предложил Обратить Особое Внимание На Именно Этот Речевой Модуль Как Стартовый Чтобы Вы Понимали Если Вдруг Будет Отказ По Нему Что Можно Использовать Те Которые Были Раньше А Мне Он Самому Очень В общем То Нравится Так Работа С Сопротивлением Контакта Нам Ничего Не Надо У Нас Есть Поставщик Первая Техника Называется Комплимент Отказу Приятно Общаться С Человеком Который Настолько Ценит Своих Деловых Партнеров Смотрите На Другом Конце Провода Человек Ждет Когда Он Говорит Что У Нас Есть Поставщик Что Вы Начнете Там Говорит Да Они Сволочи Мы Круче Мы Молодцы Иван Иванович Да Вы Молодец Очень Хорошо Нам Именно Какие Клиенты Нужны Общаться С Человеком Который Настолько Ценит Своих Партнеров Дальше Можете Продолжать Именно Поэтому И Хотим С Вами Встретиться И Пообщаться Это Очень Интересный Прием Это Моя Разработка На основании Следующего Рассказа Мой Знакомый Как-то Пришел С тренинга По Пикапу И Рассказал Следующее О том Что Их Научили Фразе Которую Пикапер Должен Сказать Девушке В случае Если Та Говорит Что У нее Есть Молодой Человек Фраза Это Такая Скажи Пожалуйста И Если Там Девушка Говорит Ну Как Любовь То Дальше Задавать Вопрос А вы Живете Вместе У вас Есть Дети Там И Так Дали Собственно Я тут же Понял Что Эта Фраза Прекрасно Ложится И на Продажи То Когда Мы Задаем Вопрос Скажите Пожалуйста И Вы На 100% Довольны Сотрудничеством С ними Или Как Обычно Если Человек Хочет Отмазаться Он Понятно Начнет Говорить О том Что Да На 100% Но Это Редкие Люди Да Если На 100% Использовать Можно Дальше Прием Если А Скажите Пожалуйста Если Появился Поставщик Который Смог Предоставить Тот же Спектр Услуг Что И Ваш Поставщик Но Предположим Чуть Дешевле Или Еще Дать Чуть Больше Сервиса Это Было Для Вас Интересно Да Хорошо Тогда Да Давайте Ну И Дальше Идет Продолжение Если Он Говорит О том Что Ну Нет Конечно Есть К Чему Стремиться То Дальше Продолжаем Как В Какую Сторон Двигаться Скажите Пожалуйста Что Хотелось Бы Улучшить Его Работе Тут Клиент Начинает Плакаться Начинает Нам Нам Рассказывать О том Что Хотелось Бы Улучшить И Основная Задача Нам Дальше В презентации Сказать Как раз Так Вот Мы Именно Так Или Так Давайте Встретимся Я вам Расскажу Как Мы Решаем Эти Вопросы И Собственно Дальше Выходим Выходим Навстречу Да Ольга Прием Как обычно Буду Использовать Прикольный Обратите Внимание Тут Еще Следующая Идея Первая Прием Должен Будь Прикольный Во вторых Прием Должен Будь Новый Практически Все Что Я вам Даю Это Те Приемы На которые У клиентов Еще не Выработалось Противоядие То есть Они Не знают Что Это Прием Когда Мы Запускаем Вот Такую Штуку Они Не знают Как Реагировать Когда Человек Не знает Как Реагировать У него Знаете Не Выработалось Вот Этой Стимул Реактивной Связи Там Слышу Что Менеджер По Продажам Посылаю В лес Слышу Что Мне Предлагают Рекламу Сразу Нам Ничего Не Надо А Когда Звучат Подобные Речевые Модули Они Заставляют Ставят Клиентов Тупик И Вот Тут Он Дает Сбой Такие же Условия Предположим Что Есть Компания Которая Предлагает Ну Это Как Продолжение 100% В случае Если Будет Ответ Нет Такие Условия Только Немного Дешевле Вам Было Интересно Узнать Об этом Предложении Об Эту Технику Мы С вами Уже Разбирали Нам Ничего Не Надо Если Они Жестко Выходят Нам Ничего Не Надо Есть Прием Под Названием Высшая Выгода В чем Его Смысл Его Смысл Заключается В том Что Мы Начинаем Человек Говорит Нам Нам Не Нужна Реклама Мы Начинаем Апеллировать Не К Рекламе А К тому Что Стоит За Ней То Есть Видимо Вы Знаете Какие Это Иные Способы Увеличения Дохода Привлечения Новых Клиентов Чем Предположим Использование Газетных Информационных СМИ Ну там Или Продвижение В интернете Скажите Просто Возможно Вообще Там Привлечение Новых Клиентов Для вас Сейчас Не Является Задачей Номер Один Но Этот Модуль В том Случа Если Мы Четко Знаем Что Например Продажа Увеличение Прибыли Практически Для всех Компаний Это Одно Из Самых Важных Моментов Правильно Я понимаю Что Вы Не Готовы Сейчас Рассматривать Возможность Ну там Увеличение Дохода Возможность Привлечения Новых Клиентов Опять же Обратите Внимание Вопрос Вроде Бы Задан Так Что На него Можно Ответить Нет Но На самом деле Ответ На него Нет Ответить Нет Нельзя Потому Что Мы Говорим О Высшей Выгоде А Не Просто Рекламе Правильно Ли Я Понимаю Что Вы Не Заинтересованы В сборе Информации О Новых Предложениях На рынке Росте Доходов И Экономии На сырье Здесь Мы Апеллируем К тому Что Человек По сути Не Выполняет Свои Должностные Обязанности То Иван Правильно Я Понимаю Что Если Предположим Маркетолог Или Там Снабжение Что Вы Не Заинтересованы В сборе Не Просто Там Поиску Нового Поставщика А Вы Не Заинтересованы В сборе Информации О Новых Предложениях На рынке Тут Можно Добавить Рост Доходов Экономии На Сырье Можно И Не Добавлять О Новых Предложениях На Рынке Если Он Говорит Нет Ну Это Настолько Человек Хочет От Вас Отмазаться Там Дальше Тоже Можно Придумать Разные Продолжения Да На Е Своего Рода Воспринял Бы Как Хамство Хамиш Парниша Ну А Смотрите Когда Клиент Говорит Вы Звоните Говорит Нам Ничего Не Надо Мы В Рекламе Не Нуждаемся Вот Собирается Уже Трубку Бросить Тут Вариант Какой Либо Мы Вешаем Трубку Говорим Ну Не Нам Ничего Не Надо Задать Уточняющие Вопросы В духе Скажите Пожалуйста А Вы Когда-то Размещались Попробовать В эту Сторон Увести А Какие Результаты Давалось Но Если Клиент Настроен Так Сурово И Строго То Ну Вот Этот Прием Может Работать Конечно В ряде Случай Он Может Быть Воспринят Как Как Такой Как Метод Воздействия Универсальные Приемы Это Приемы Которые Работают Практически Во всех Случаях Например Прием Ваши Менеджеры Скажите Пожалуйста А ваши Менеджеры По продажам Когда им Говорят Нам Ничего Не Надо Вешают Трубку Или Продолжают Или Стараются Показать Другой Стороне Плюсы Сотрудничества Обратите Внимание Без Паузы Делаем Дальше Уверен Что Это Не Так И Именно Поэтому Хочу Рассказать Вам Буквально Вкратце Или Хочу Назначить Встречу Продолжительностью Такой То есть Мы Апеллируем К его Менеджерам Вроде Боем Два Варианта И Тут Ж Говорим Что Уверен Что Это Не Так Если Он Говорит Что Да Наши Вешают Трубку У нас Ложки Вот Такие Да Несомненно Могут Быть И Такие Ситуации Однако Однако В нашем С вами Случае Я думаю Что Буквально Несколько Минут Разговора Смогут Коренным Образом Изменить Ситуацию Скажите Пожалуйста А вы Вообще Размещали Рекламу Или Занимаетесь Продвижением Да 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 Ваши Менеджеры Отличный Прием Особенно Обратите Внимание Если Вы Общаетесь С директором На Снабженцев Он Работает Хуже Потому Что Они Не знают Как По сути дела За это Ну Для него Это На них Это Прекрасно Работает Ольга Есть Прием Давайте Его Переформулируем Что Вы Потеряете Если Потратите Две Минуты И Вы Слушаете Меня Лучшая Формулировка Звучит Так Что Самое Страшное Может Случиться Если Вы Пообщаетесь Со Мной Еще Две Минуты Понятно Вот В такой Формулировке Как Я Сказал Будет Работать На Несколько Бесятков Процентов Лучше Да Да Двигаемся Дальше Другой Клиент Давайте Расскажу Сначала Почему Этот Прием Работает А потом В чем Его Суть Люди Стадные Существа Побежит Один Побегут И остальные Да То есть Мы Все Реагируем На Длинную Очередь Видим Начинаем Интересоваться Зачем Стоят Хомо Сапиенс Да В чем Смысл Данного Приема Мы Не Можем Показать Нашему Клиенту Других Клиентов Которые В этой В этой Ситу Поступили Определенным Способом Например Согласились На встречу Но Мы Можем Рассказать О них И это Тоже Воздействует На человека Когда Клиент Говорит Нам Ничего Не Надо Мы Всем Довольны У нас Есть Поставщик В общем Любое Возражение Сейчас Кризис Иван Иван Иванович Знаете В прошлом Месяце Я звонил Одному В одной Из компаний Вашей Сферы Или Вашей Отрасли И там Директор Снабженец В общем Подставит То же самое Сказал Мне То же Самое Что Сейчас Кризис Что У нас Есть Поставщики Что Мы Не Закупаем У нас Нет Бюджета Но Все же Мы Договорились О встрече На Который Он Увидел Выгоду Для Себя Сейчас У нас Прошла Первая Сделка Все Очень Довольны Предлагаю Нам С вами Встретиться Уверен Что Эта Встреча Принесет Пользу То есть Из каких Составляющих Из каких Слагаемых Состоит Этот Прием Вы Говорите Что Подобная Ситуация Уже Была В прошлом Что Вот Была Компания Причем Желательно Узнаваема Тоже Ваши Сферы Вашего Размера Тоже Занимаются Чулочно Насочной Какой Нибудь Продукцией Ну То есть Чтобы Была Некая Такая Узнаваемость Называйте Ту же Должность Тоже Директор Тоже Снабженец Тоже Коммерческий Директор Обязательно Перечислить То что Он Вам Говорил Что Есть Поставщики И все Прочее Дальше Идет Кажется Странная А логичная Вещь Но почему То Работающая Когда Вы просто Говорите Но все же Мы Договорились О встрече Непонятно Почему Но все же Взяли И договорились Но все же Увидел Выгоду Для себя Можно Сказать Более Обтыкаемо Но Навстрече Он увидел Что Чуть Допустил Мог бы Допустить Серьезную Ошибку В расчетах Он увидел Что Может Сэкономить Примерно 3-5 Процентов И он Заинтересовался Там Доставкой То есть Ну Тут Можно Усилить На самом Деле Как Хотите И Третья Составляющая Хэппи Энд Сейчас У нас Прошла Первая Сделка Вещь Кажется Очень Простая Ну Очень Не сложная Но Проскакивает Великолепно В том плане Что люди Редко Понимают Насколько Она Манипулятивна И В высоком Проценте Случаев Когда Вообще Нечего Сказать Ну Что Тут Скажешь Ну Кризис Ну Нет У нас Бюджета А встречу Назначать Нужно Она Срабатывает И при этом Не надо Сильно Не Не надо Сильно Заморачиваться Как Ее Переформулировать Так Все Вы так Говорите Сначала Так Что Поставщик Есть Что Не Нужно А Да Тоже Хороший Прием Да А Потом У вас Мол Палкой Не Отгонишь Да В очередь Стоите Ну Это Я Утрирую Конечно Так Ждем Пока Загрузится Следующий Слайд Универсальные Приемы Еще Одни Прием Называется Через год По сути В чем его смысл У нас есть точка отказа В которой человек вам говорит Нам сейчас ничего не надо Или там У нас есть поставщики Ваша задача его из этой точки сдвинуть Одно из возможных направлений Это Увести его в будущее Иван Иванович Вот знаете Через год Мы с вами При обсуждении очередной заявки С улыбкой Будем вспоминать Как год назад Вы сомневались В целесообразности встречи Я уверен в этом Поэтому Давайте Инвестируем Буквально там 10 минут времени Встретимся И обсудим Что да как Ну Очень хороший прием Очень хорошо работает Попробуйте И прием под названием Мониторинг рынка Когда мы говорим Следующее Иван Иванович Результат Который вы получите От нашей встречи Это как минимум Информация О том Как выбрать Сэкономить Не быть обманутым И так далее Это как минимум Предложение Благодаря которому Вы сможете Отжать Вашего текущего Поставщика На еще более Низкие цены Да Это же важно Для вас Ну да Ну так давайте Встретимся Идея понятна Причем Действительно Речевой модуль О том что Вы получите Предложение С ценами Благодаря которому Вы сможете Получить еще более Низкие цены У вашего поставщика Работает Очень хорошо Опять же повторюсь Если только Там нет откатов И если человек Четко не Основная задача Этого разговора Отказать То есть Вы что делаете Вы говорите о том Что он получит Информацию Которую потом Сможет с пользой Использовать Так Портфолио Насколько оно Нужно Клиенту Смотреть Ваше Портфолио Что он То получит С этого Изучение Портфолио Если стоит Задача По сбору Информации То есть Если задача Прояснить То что Что за Организация Какие у нее Объемы И все прочее Ну Первый момент Это Тот самый Вопрос По потенциалу Клиента Вспоминаем Табличку В которой у нас Клиенты Разделены На группы А, Б, С Где А это Крупные Клиенты Б Средние С небольшие А Это сумма Выше которой Должен брать Клиент В определенный Срок Чтобы В месяц Или в квартал Или в год Чтобы вы считали Его крупным С это меньше Какой суммы Клиент должен брать В тот же период Что вы считали Его мелким Б Это соответственно Границы Косвенные признаки Это какими Косвенными признаками Он должен обладать Ну И соответственно Вопросы Это какие Вопросы Можно задать По сути Мы с вами Все это Разбирали В Когда разбирали Вопрос По технике Сбор информации По технике Маркетингового Исследования Только здесь Можно уже делать Не рубрикатором А просто Списком Вопросов И что такое Правило Работы Это Как должен Действовать Менеджер В зависимости От Выявленного Потенциала Например Клиентом Группы А он должен Тут же Брать ноги В руки Ехать на встречу С клиентами Группы Б он может До первой заявки Не встречаться Предположим Или еще Каким то образом Или например Клиентом Группы А он должен Поехать тут же А клиентом Группы Б может Планировать На следующей неделе Например В ряде Компаний К клиентам Группы С вообще Запрещены Выезды То есть Потому что Экономически Не целесообразно Также тут Можно прописать Норматив работы То есть Сколько раз В какой период Времени Он должен Контактировать С клиентами Группы А Б И С И вообще Может ли Он звонить Делать Исходящие Контакты Клиентам Группы С Соответственно Сбор информации Сводится У нас К нескольким Составляющим Первое Это ситуация Задаем Вопросы Общие О том Что им нужно В каком количестве Подскажите Пожалуйста Что вы Обычно Тиражируете Где вы Обычно Размещаете Заказы На изготовление Полиграфической Продукции Какого Рода Заказы Вы обычно Печатаете Какой у вас Парктехники Какое сырье Сейчас используете В каком Количестве В общем Все что нужно Для того Чтобы понять Ситуацию Сроки 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 Это очень Важный Момент Так как Сроки Зачастую Показывают Актуальность Клиента И соответственно От сроков Часто Зависят Цены Если Клиенту Нужно Срочно Цена Может быть Выше Чем Если Клиент Никуда Не Торопится Поэтому Вопрос Как часто Обычно Закупаете Есть ли Ограничения По срокам Когда вам Нужна Арматура Опять же Это показывает Мы с вами Обсуждали Эту тему При Обработке В вопросе Составления Скрипта По Обработке Входящего Звонка Что Это очень Хорошо Показывает Реальность Клиента Интересуется Он на будущее И просто Собирает информацию Для того Чтобы прогнуть Своего Поставщика Или Это реальный Клиент Чем он Более Четко Называет Дату Чем Эта Дата Ближе Тем Чаще Всего Это Меньше Будет Сравнений С конкурентами И Тем Больше Вероятностью Пройдет Сделка Схема Принятия Решения Вам Нужно Будет С кем То Согласовывать Наши Договоренности Или Вы Принимаете Решение Самостоятельно Иван Иванович Вам Нужно Будет Согласовать С кем То Окончательный Вариант Условий Цены Оригинал Макета Для чего Этот вопрос Для того Чтобы Если он Говорит Да Несмотря На то Что мы В начале Разговора Спросили Вы Ли Занимаетесь Вопросами Вы Ли Отвечаете За Такой То Вопрос Если Он Отвечает Да То Что Мы Дальше Делаем Мы Говорим Тогда Давайте Может быть Организуем Вместе Встречу С вами С этим Человеком И Сразу Обсудим Насколько Мы Будем Полезны Чтобы Не Устраивать Испорченный Телефон Критерии Выбора И Желаемый Результат Сразу Говорю Что Не Всегда Не Во Всех Сферах Это Нужно Не В Вопрос Зачастую Не Работает Не Получается На него Ответ Что При Выборе Тренинга Является Самым Важным Для Вас Какой Результат Вы Хотели Получить От Внедрения СРМ Системы Что Самым Важным Для Вас Является Какой Самый Важный Результат Вы Хотели Бы Получить При Выборе СРМ Системы В Ряде Случа Этот Вопрос Можно Вполне Спокойно отложить на встречу я думаю вопросов именно по тому что нужно какие вопросы прояснять у вас сейчас не осталось основная задача составьте прямо список вопросов не пускайте этот на самотек как знаете часто в читаешь скрипт а там написано следующее менеджер должен прояснить потребность клиента с помощью открытых вопросов и все или там парочка примеров просто прямо составьте список вопросов которые ваши менеджеры должны задать клиентам для того чтобы понять их потенциал их потребность их ситуацию сроки прям вот не возьмите и пропишите да это должно быть скрипте и соответственно вам тогда проще это будет контролировать нет можете просто в карточку клиента которую менеджер заполняет внести вниз нет внести вот собственно вот эту информацию чтобы он вносил там потребность потенциальная потребность такая-то до сроки такие-то конкуренты такие-то ну и собственно все это чтобы прямо были графы которые он должен заполнить по скажите пожалуйста в базу например вопрос по конкурентам они задают скажите пожалуйста а какие предложения кроме нашего вы еще будете рассматривать или чьи предложения рассматриваете или например такой вопрос но мы же не первая организация в которую я так подозреваю вы обратились с этим вопросом скажите пожалуйста чьи предложения вам вам настоящий момент момент нравится или подходят больше всего то есть идея понятно вот такие маленькие моменты если их не спрашивать с менеджеров то они соответственно их и не и тоже не будут задавать не узнавать у клиентов и мы дошли с вами до предложения следующего шага опять же повторюсь что вопрос по сбору информации в ряде случаев нужен в ряде случаев не нужен в ряде случаев если у вас четкая цель встреча и вы встречаетесь со всеми то вот этот блок надо у опускать и он будет задан на встрече что основная задача говорится о встрече если есть высокий риск того что клиент не целевой и вы ездите не ко всем то надо конечно прояснить по предложению следующего шага техника которая номер один которая хорошо работает аргумент в пользу встречи плюс альтернативный вопрос на встрече я передам вам специальный презентационный пакет посвященный оборудованию этой марки вам удобнее завтра или в четверг в чем смысл техники вы говорите о том что клиент получит на встрече некий аргумент пользу ее и ставить вилку по времени там завтра или послезавтра в конце этой недели или начало следующей до обеда или после техника один день когда вы говорите иванович отлично я понял вас понял ваши объемы предложения подготовлю вы давайте сразу договоримся о встрече на которые как раз вам все подробно мы подробно и разберем все моменты скажите пожалуйста вам удобно в четверг если клиент говорит нет мы воспринимаем что это нет никак отказ от встречи мы воспринимаем это нет как неудобно в четверг предположим хорошо говорим тогда в какой день нам лучше встретиться обратите внимание об этом мы с вами уже говорили в рамках курса по обработке входящих звонков техника аргумент пользу встречи и альт плюс альтернативный вопрос работает лучше на низовых и средних сотрудниках с руководителями стоп менеджерами лучше работает техника один день потому что они уже воспринимают альтернативный вопрос как манипулятивную технологию он слишком часто к ним применяется если продолжается или начинается сопротивление встречи начинается нет времени на встречу то тут какие техники уже ту технику которому с о которой мы с вами говорили раньше комплимент отказу приятно иметь дело с человеком который дорожит каждой минутой пристройка я вас прекрасно понимаю мы можем даже говорится о встрече в любое удобное для вас время это может быть даже рано утром или после окончания рабочего дня встреча займет буквально там 15-20 минут в ходе нее вы получите пример расчета получите кейс информацию с помощью которой сможете выбить более низкие цены у ваших поставщиков ну и соответственно дальше там альтернативный вопрос или вам удобно в четверг надо подумать я очень рад тому так сейчас одну секунду так я очень рад тому что вы так обстоятельно подходите к принятию решения о выборе оборудования там подборе исполнителя и так далее то есть смотрите что мы делаем так нет картинки слайда сейчас слайд появился сейчас тогда одну секунду я перезагружу презентацию работа с сопротивлением встречи вот и опять таки если уже работает с другим поставщиками мы работаем с другим поставщиком очень хорошо я уверен они достойные партнеры мы поможем расширить вам возможности того сервиса который вы уже получаете или арт или реально оценить чьи услуги выгоднее для вас для этого потребуется менее получаса вы предпочитаете встретиться в начале или в конце недели было бы нам это не интересно было бы странно предполагать что вы проявите интерес к услугам компания который пока не имеете никакой информации просто для того чтобы вы узнали детали нашего предложения и уверенно интерес появится чтобы рассказать об этой об этих деталях мне потребуется всего 10 15 минут можно встретиться завтра 12 00 или после трех тут я думаю все эти модули достаточно достаточно понятны так у меня нет времени пока мы не можем себе этого позволить я даже не буду сейчас зачитывать они все у вас есть в разделе речевые модули вы просто почитаете подберете тут знаете нет таких супер каких-то технологии эти речевые модули понятны и так достаточно вот переговорите с моим подчиненным я это обязательно сделаю но чтобы не старую не устраивать испорченный телефон давайте переговорим и с вами и так что делать если клиент настаивает на называние цены значит самый простой речевой модуль вы знаете иван иванович разброс цен или цена зависит в очень большой степени от комплектации от условий поставки от условий сотрудничества точную цену смогу сообщить после встречи аудита замера ну соответственно давайте с встретимся и тогда уже чтобы не тыкать пальцем в небо в небо я уже тогда окончательно и сможем говорить о предмет на том нужно ли вам это предложение и сколько это может какова может быть предполагаемая стоимость значит если все таки звонящий вот настаивает цену горит ну скажите мне сколько же стоит у вас вот ваша услуга или ваш товар точно так же как когда мы обрабатываем входящий звонок по рекламе основная задача первое ни в коем случае не говорить цену до третьего прямого вопроса и приемы которые можно использовать те же это интервальная цена стоимость изготовления составляет от 9 до 15 тысяч когда мы даем широкие рамки с границами ниже нижней и выше верхней и соответственно тут же предлагаем следующий шаг и либо например стоимость за единицу продукции варьируется от трех до пяти тысяч рублей или 3 до 5 рублей в зависимости от объема условий поставки доставки условий расчетов для того что обсудить все эти условия можем встретим можем встретиться неправильно нам надо встретиться и тогда мы сможем с вами все обсудить и все решить что вам нужно и определить стоимость говорили с вами также в рамках обработки входящего звонка про бутерброд что цену лучше всего засовывать в средину то есть чтобы какой-то текст был перед ценой и какой-то текст был после цены ну и конечно в финале всегда предлагаем ему встречу так от 6 до 12 клиентов 1000 клиент сам выбрал 8 даже не мечтал по такой цене продавать мы с вами когда будем говорить дальше о скриптах мы с вами разберем о технологиях подачи цены что люди всегда выбирают середину и чем больше вы завысите это середина смотрите если от 6 до 12 люди выбирают 8 если от 8 до 14 люди будут выбирать 10 так а реально 5 реально 3 супер так опять-таки про возражение дорого и возражение я подумаю у нас будет с вами отдельное занятие если человек начинает все-таки говорить предметно по телефону но основной момент заключается в том я опять таки скажу не надо продавать по телефону если у вас предусмотрена следующая встреча то есть надо выходить на встречу не ведите ценовые переговоры по телефону если продаете по телефону то технологии с помощью которых это делать мы с вами разберем наших следующих скриптах в занятиях при разборе следующих скриптов ну и соответственно подведение итога встречи говорим кто что делает и немаловажный момент я опять таки повторю ту идею которую высказывал уже ранее нам необходимо обмениваться мобильными телефонами грима на всякий случай давайте мобильными обвиняемся продиктуйте ваш номер не если может быть а говорим давайте поменяемся мобильными готов записать ваш номер делаете набор гудок и тогда сейчас сигнал пошел вы таким образом проверяете что он вам дал свой номер запишите пожалуйста еще раз иван петров компания такая то он хоть сейчас может быть запомнит из как название вашей компании как вас зовут а то когда вы представляете самом начале скорее всего это все уже осталось в такой стерлась из оперативной памяти ну если вы настолько крутые что назначаете встречи у себя в офисе то говорить о том что и так жду вас завтра у нас в офисе в 14.00 к этому времени прочитаю стоимость заказа первом или во втором и во втором случае так что у нас опять со слайдами домашнее задание опять-таки написать скрипт подготовить чек-лист сделать или прослушать записи трех-пяти звонков то есть сами позвоните лп рам запишите либо возьмите записи вот которые сейчас еще до внедрения скриптов ваших текущих менеджеров да и послушайте 35 записи пройдитесь по чек-листу посмотрите что они делают что они не делают какие еще пункты можно добавить либо если они что-то делают классно прямо сразу возьмите готовые заготовки речевых модулей и включите их туда ну соответственно доработайте скрипты загрузите в систему то есть домашняя заданная достаточно типовое и предсказуемое хорошо да пример скрипта там вышел на apple pr поздоровался представил себе лп р представил организацию там зацепил внимание это я думаю так все уже понятно вопросы по этому блоку какие есть так вопросы отсутствуют сейчас ждем оставшиеся минусы замечательно как видите здесь еще раз повторюсь большое количество речевых модулей которые очень просто адаптируем и которые как конструктор лего достаточно легко перетекают один в другой вот ваша задача просто под до того что на бумажечке на отдельные можете их выписать и посмотреть в случайном порядке когда вы их выкладываете как они компонуются и вот собственно вот у вас получается ваш скрипт возьмите один переложите меня поменять местами можно ли из предыдущего речевого модуля выйти в следующий до слайд есть у вас нет слайда ольга не видно слайда так сейчас перезагрузим снова то замечательно скрипт номер пять звонок после отправки коммерческого предложения этот скрипт очень небольшой он очень простой чаще всего но может отличаться большой вариативностью и так вот здесь действительно стоит очень острый вопрос какие цели минимум и максимум при вот этом повторном звонке то есть сразу говорю идеально понятно когда вы едете на встречу но если такой возможности нет то приходится отправлять коммерческое предложение надо понимать что должно стать результатом то есть это то ли встреча то ли вы продаете по телефону то есть соответственно какие могут быть варианты первый вариант если у вас короткие продажи и вы действуете по принципу да тогда нет так нет это первое согласие на сотрудничество когда вы отправили копей по сути дела больше разглагольствовать не хотите говорить ну иванович давайте решать да тогда нет так нет не часто встречается но бывает и такое и такое но чаще это договоренность о следующем шаге то есть когда все таки после отправки копей нужно нужна встреча или предположим некое следующее следующий момент этапы установление контакта напомнить о предыдущем контакте то есть о том что мы уже общались мы отправляли вам копей прояснить удобен ли момент по ситуации где-то нужен где-то нет получить обратную связь о коммерческом предложении опять-таки где-то нужно где-то нет презентация развития точек опоры до достижение договоренности и подведение итогов сейчас разберем их более подробно эти пункты напомнить о предыдущем контакте здесь все просто мы с вами созванивались позавчера или мы с вами общались позавчера по такому-то вопросу если речь идет о том что вы хотите услышать да тогда нет так нет так нет звоню для того чтобы узнать какую из наших услуг там такую-то или такую-то вы выбрали какая из наших услуг вас заинтересовала звоню узнать для того чтобы узнать какой пакет для вас является оптимальным обратите внимание очень хорошо когда дальше будем говорить о составлении пакетов когда вы предлагаете именно несколько вариантов вы не просто присылаете коммерческое предложение а в нем есть например вот как когда вы приобретали данный курс есть вариант эконом есть вариант профи есть вариант вип или как-то можете по-другому их назвать расписаны разные пакеты услуг когда вы звоните не спрашивая нравится не нравится подходит не подходит а вы сразу звоните и спрашиваете скажите пожалуйста какой вариант там участия в конференции для вас оптимален то есть без всех вот этих нужно интересно и все прочее достаточно жестко сразу сразу же ну поэтому тогда тогда нет так нет если не говорит ну эконом для меня интересен обратите внимание что если клиент говорит эконом то вот здесь как раз таки это не надо выдохнуть и сказать ну фух слава богу победа счастье а надо понимать что в этом случае основная задача что сделать поднимать клиента на следующий пакет потому что эконом он уже назовем так в кавычки купил да теперь задача попробовать продать ему вариант следующий вариант средний вариант профи клиент говорит что да вот мне подходит профи говорим иван иванович прекрасно хороший выбор скажите пожалуйста а все таки задумывались о том что может быть заказать услугу по разработке скриптов у профессионалов потому что это есть целый ряд преимуществ что думаете по этому вопросу тут я думаю все все ясно если клиент вдруг говорит да нет ничего я не выбрал мне вообще все это не нужно покупать я не буду есть такая техника под названием крючок в будущее крючок на будущее в чем смысл крючка на будущее когда вы говорите иван иванович я вас понял ну пробуем может быть поработать по убеждать но если там четко и категоричная нет говорим следующее иван иванович хорошо давайте я вам отправлю еще дополнительные материалы у нас есть очень интересные там расчеты очень интересный кейс интересная видеозапись вот как раз в эту тему или ту тему которая клиенту может быть интересно вы посмотрите потом созвонимся пообщаемся там предположим через недельку две что это дает повод для контакта что вы во первых клиенту даете какую-то дополнительную инфу благодаря которой ваша экспертность и статусность повышается а во вторых вы уже звоните в следующий раз не просто так иван иванович но вы не передумали там участвовать в нашей конференции да предположим или ну вы не передумали там насчет вы так и не хотите размещаться у нас на вашу рекламу а вы уже звоните с чего иван иванович посмотрели ну что интересно понравилось а классно да какие идеи взяли для себя ну здорово ну а теперь давайте к нашей конференции обратите внимание снова он куда-то уходит говорит нет не готов что делаем новый крючок на будущее ему засылаем снова договариваемся о следующей встрече и так собственно вот этими крючками мы что называется и стягиваем полотно встречи так для кого такой вариант подходит взяли ли для себя полезные полезные идеи пожалуйста напишите в чате если для вас подходит эта технология вот крючок на будущее вообще практически мало известен мало используется а зря потому что стандартный разговор ну не пока ничего не надо хорошо я вам через месяц позвоню иван иванович там через месяц звонок вам что-нибудь надо да не пока не надо так называется и поговорить то не о чем да а так бывает человеком поговоришь что отправишь ему видео какое-нибудь отправишь ему материал он посмотрит ему уже он уже поближе к тебе он уже в общем техника понятна замечательно двигаемся дальше если все таки нужно получать обратную связь о коммерческом предложении не просто там да тогда нет так нет а нужно так обсудить кп первая такая фишечка удалось проверить коммерческое предложение которое я вам отправил не посмотреть да а проверить ну немножко повышает его ценность если да и как вам наше предложение по пятибалльной шкале обратите внимание мы задаем вопрос не о том и что да понравилось не понравилось ну и как вам да да мы сразу же задаем вопрос для того чтобы вы вытащить измеримую оценку как нам вам наше предложение по пятибалльной шкале что вам и когда он отвечает там на четверочку на пятерочку тут же можно переходить к закрытию тогда у вас замечательно ну давайте тогда детали в личной встрече обсудим или тогда куда счет выставлять если клиент говорит тройка и ниже то вопрос что вам не понравилось и что по и что понравилось моем предложении чтобы клиент рассказал вам по сути точки опоры и у вас есть такая табличка точка опоры то есть ну классно что у вас вот это и вот это если он говорит начинает говорить о том что не понравилось то соответственно вы это по сути возражения с которыми нужно работать дальше вы их вносите или ваши менеджеры вносят в табличку в разделе возражения если менеджеры не смотрят не читают капе говорите иванович ну давайте тогда чтобы сэкономить время мы с вами встретимся и действительно на время начтения капе разбирательство в нем идет больше чем чем навстречу да чем инвестиции во время а так мы познакомимся я заодно вам еще там полезность какую-нибудь принесу то есть вот такой казалось бы странный прием да не посмотрели капе давайте встречаться но он в ряде случаев вполне работает если капе не посмотрели а встреча невозможно вот тут приходится конечно начинать тогда рассказывать ну давайте иванович ну самое тогда главное то есть переход к сути вот есть три причины по которым клиенты работают да возвращаемся к началу того зву к предыдущему скрипту да ну давайте о чем важнее всего о чем рассказывать так соответственно что делаем дальше если он все таки смотрел капе то проводим презентацию рассказываем про точки опоры и снимаем возражения как это делать разберем с вами при следующих скриптах у нас будет прямо блок по аргументации как ее составить да ольга абсолютно верно клиент чувствует себя виноватым и слушает или соглашается на встречу ну знаете настолько не совсем часто это бывает но в ряде случаев это вполне срабатывает итак и договориться о следующем шаге вот что нужно понимать что должен быть так называемый эффект шахерезады как шахерезада рассказывала свои сказки она самая сладкая оставляла на следующий день на потом вот этот же принцип который мы с вами разбирали при скрипте первый контакт с лпр и когда который мы с вами разбирали при в работе со скриптом обработка входящего звонка когда наша задача не уходить в детали да не торговаться по цене не рассказывать человеку по телефону о том чем наше предложение лучше или там отлично от других а наша задача какая создать интригу и договориться о встрече методы все те же аргумент пользу встречи плюс альтернативный вопрос либо техника один день задание по этому скрипту тоже не отличается новизной оригинальностью написать скрипт подготовить чек-лист сделать или прослушать 3-5 звонков доработать скрипты чек-листы ну и конечно загрузить систему и так какие есть вопросы вот именно такие так сколько еще будет длиться вебинар Андрей вот вебинар у нас практически закончен будет закончен сразу же после того как будут отвечены мной будут даны ответы на вопросы которые вы сейчас напишите так сейчас слайд слайд у нас очень простой сейчас вы я надеюсь его увидите это слайд на котором изображен просто вопрос и так жду вопросы так а то у меня сотрудники уже скоро четвертуют прям конец света наступил какой-то да бывает но ничего страшного да значит замечательно коллеги и друзья призываю вас долго не тянуть по свежей памяти все это написать подготовить протестировать доработать и через несколько ну через вебинар у нас с вами будет вебинар с обратной связью на котором вы уже сможете задать вопросы относительно того что возникло в ходе доработки потому что сейчас кажется что все понятно отдельные моменты могут возникнуть которые вам будут нужны ну что ж спасибо большое за активное участие на этом наше сегодняшнее наше сегодняшнее занятие закончены и до встречи завтра завтра у нас следующий вебинар до встречи за субтитры Health